Слава Господу! Слава Господу! И как Бог являл свою милость, являл свою славу, и пусть это святительство просто станут для вас подкреплением, вдохновением и желанием двигаться дальше. Помните, что Бог никогда ни одного из нас не оставляет, не покидает ни на одно мгновение, даже если кажется, что вы остались одни. Бог видит, Он слышит, Он понимает. И самое, что важно и такое классное, Он всегда за вас, Он не против вас, Он за вас. И я хочу, чтобы вы стали наследником Его прекрасного Царства Божьего, чтобы вы пришли этот путь до конца и были победителями. Бог за вас. И были такие моменты, когда она просто своим ртом хватала воздух, и она не могла дышать. Она синела, даже кончики ее пальцев становились синими, и она не могла выдохнуть новый вздох сделать. Нас часто ложили в больницы, скорые помощи, капельницы, она была вся исколота. И, конечно же, мое материнское сердце, оно настолько томилось. Подходило чувство вины, подходило чувство стыда, что я что-то делаю не так, что Бог, Он прогнился на меня. И в то же время был такой непреодолимый, казалось бы, страх, когда я видела, когда наступал этот новый приступ, и она не могла дышать. И просто страх, Он сковывал меня. И слава Богу, что в церкви мы научены сражаться в любой ситуации с Словом Божьим. И переступая этот стыд, страх, я просто кричала Богу и говорила, Господь, Ты бодрствуешь над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, за что, Господи. Потому что, знаете, этого второго ребенка мы очень долго ждали. Мы его вымаливали. И когда я забеременела, Бог проговорил в мое сердце, что это будет девочка. Я даже видела, какая она будет, с большими карими глазами, с кудрявыми черными волосиками. И Бог сказал, как дать ей имя, Анна. И знаете, Анна, это милость и благодать. Так переводится это имя. И я понимала, что это Бог дал мне это дитя, это Его милость, это Его благодать. Но почему? Почему мы встретились с такой болью? И действительно подходила отчаяние и депрессия в мое сердце. Но все равно я продолжала служить и сражаться с Словом Божьим. Что, Анна, ты не умрешь. Ты будешь жить и возвещать дела Господни. Что я, как мама, я посвящаю Анне всю твою жизнь на служение Богу живому и истинному. И когда казалось, что это будет ее последний вздох на этой земле, я говорила, нет, Анна, ты не умрешь. Ты будешь жить и возвещать дела Господни. Прогнозы врачей были неутешительные. Они говорили, что это на всю жизнь. Это будут приступы бронхиальной астмы. Что она будет реагировать на все. Что это у нее такая аллергия. И знаете, находясь в поисках, как Господь говорит, ищущие Господа, они не терпят нужды ни в каком благе. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. И я взывала к Богу, и казалось, что в какой-то момент небеса, они молчат. Многие люди, они подходили и говорили, что нужно покаяться в том-то или в том-то. И еще большее чувство вины, чувство стыда, что я какая-то не такая. И потому страдает мой ребенок. Из-за моих грехов. И я взывала к Богу. И знаете, когда я сегодня молилась и спрашивала Господь, какое свидетельство, и о чем ты хочешь, чтобы я поделилась с народом твоим. Бог побудил меня говорить это свидетельство. Может быть, ты сегодня, милая женщина, милая мама, ты также смотришь на своих детей, которые больны. И может быть, ставят диагноз, что это уже неизлечимо и на всю жизнь. Родная моя, Господь говорит, не оставайся. Ищи Его лица. И ты знаешь, когда я просто ходила на посты, я взывала к Богу, и я понимала, что мне нужно Слово. Слово от Него, на которое я могу встать, и оно будет непоколебимо. Я вновь, когда я снова взывала к Богу, я отчетливо услышала. Жертва, конец проклятия. Принеси жертву. Это было именно в моем случае. И на то время у нас было очень трудное финансовое положение, потому что столько денег уходило на все эти медикаменты, на все эти лекарства. И я начала просто следовать тому, что сказал Господь. Как Иисус, Он принес самого Себя в жертву. И написано, что жертвой Иисуса Христа было разрушено проклятие. И вот с Божьей помощью я смогла взять эту сумму, накопить и принести в церковь. И знаете, когда я шла к сокровищнице, несла эту жертву, чтобы поклониться Богу по Его Слову, внутри меня вдруг ожила истина Слово Божьего. То, что Господь говорит, принесите мне десятины в дом хранилища, и хотя бы в этом испытайте меня, как будто это Слово, оно засветилось внутри меня, что Бог говорит мне. И испытай меня хотя бы в этом. Хотя я была верна всегда в своих десятинах и приношениях, то, что могла приносить Богу. Но в тот момент это Слово настолько жило внутри меня. И я говорила, Господь, я приношу эту жертву. И провозглашаю в Духовный мир, что эта жертва, она приносит конец проклятию, немощи и болезни, жизни моей дочери. И по Слову Своему запрети пожирающей немощи и болезни, запрети этой бронхиальной астме, запрети этой аллергии прикасаться к моему ребенку. И открой, Господь, по Слову Твоему небесные отверстия и излей Твои благословения на мою дочь до избытка Твоего. И знаете, постепенно, постепенно все меньше и меньше стало приходить приступов. Но каждый месяц, когда я приносила свою десятину, перед тем, как положить в сокровищницу, была молитва веры. Мое сердце взирало на Господу и говорило, Господь, я благодарю Тебя, что Ты бодрствуешь над Словом Своим, что оно у Тебя не остается бессильным и не возвращается к Тебе тщетным. Господи, я поклоняюсь Тебе этой десятиной. Я чту Тебя, я свящу Тебя в своем сердце. Запрети пожирающие немощи и болезни. Я не соглашаюсь больше, чтобы хотя бы один рубль или копейка пошла на какие-то медикаменты и таблетки. Господи, запрети пожирающему во имя Иисуса Христа и вместе с Тобой, Господь. Я говорю, нет пожирающему, нет немощи и болезни. Во имя Иисуса Христа и, Господь, Ты открываешь Свои небесные отверстия для меня, для моей семьи. Во имя Иисуса Христа. И знаете, действительно, пришло благословение. Уже как восемь лет у моей дочери нет никаких признаков бронхиальной астмы. Вот уже как восемь лет нет никакой власти аллергии над ней. Она исцелена во имя Иисуса Христа. И истина, истина, Бог дает свое слово. Ищи, проси у Господа это слово. Но знаете, что еще, чем хочу поделиться? Как будто вот этот вот момент был для меня такой отправной точкой. Раньше, сколько было финансов, конечно же, вот знаете, вот прямо растягивали. И всегда чувствовалась вот эта нехватка. И как будто я внутри соглашалась с тем, что не хватает на то, не хватает на то. Но самое же необходимое есть. Есть, что, слава Богу, покушать. Есть, во что одеться. Ну, ладно. Вот просто внутри у меня было такое. Ну, не хватает, значит, не хватает. Но после того, знаете, когда Бог, Он начал работать над моим мышлением, и вдруг внутри меня загорелся этот огонь. И я сказала, Господь, ведь Твое слово говорит, что Ты будешь давать взаймы многим народам. И Ты пришел в мою жизнь и дал мне жизнь с избытком, чтобы я была богата на всякое доброе дело. Но, Господи, я сегодня в смирении перед Тобой признаю, я не богата на всякое доброе дело. Я не могу давать. И часто, когда проходили между мною сокровищницы, моя рука не была в силе давать, потому что как будто бы не было семени. И Господь начал мне вести по Слову Божьему, высвечивать. Второе Коринфина, 9 глава, 10 стих, что Бог дает семя сеющему. Скажи это вместе со мною, Бог дает семя кому? Сеющему, который располагает свое сердце, чтобы сеять. Еще раз, Бог дает семя сеющему. И вдруг, когда я понимала, что Слово Божье учит нас тому, что не приходи в дом Божий с пустыми руками, с пустыми руками, а были такие моменты в моей жизни, что я приходила в дом Божий с пустыми руками, потому что не было, что дать. И тогда, соединяя эти места Писания, сказала Господь, перед лицом Твоим стою, я не хочу более ни одного служения, приходить в дом Божий с пустыми руками. Ты даешь семя сеющему. Пусть всегда мои руки они будут способны давать во имя Иисуса Христа. Иисус, я верю, я верю Твоему Слову, что Ты обнищал ради меня, чтобы обогатить меня Твоею нищетою во имя Иисуса Христа. И я жажду чтить Тебя от всего своего имения. И пусть в моей руке всегда будет семя, чтобы сеять во имя Иисуса. Я не соглашаюсь ни с какими твердынями, чтобы жить, но чуть-чуть хватает. И слава Богу, нет. Я сказала, Господь, я хочу быть каналом Твоего благословения. Это был первый этап, чтобы на каждом служении я могла сеять. И вы знаете, истина та, что мы перешли из царства тьмы и вошли в царство возлюбленного Сына Иисуса Христа, что мы теперь не живем по законам этого мира. Мы не живем по законам экономики этого мира. Ты понимаешь? Я приняла это откровение в свое сердце и сказала, Господь, я уже сегодня, я уже сейчас посажена в духе на небесах. Я уже сегодня, я уже сейчас живу по законам царства Божьего. Ты можешь на это сказать аминь, что ты живешь не по законам этого мира, но ты живешь по законам царства Божьего. И Божья экономика действует в твоей жизни. А что Божья экономика говорит? Что сеющий что сделает? Пожнет. Что сеющий пожнет? И это новый этап. Сея семя Слово Божьего. А ты знаешь, все, что не по вере, это грех. В моем сердце стала возрастать эта вера. Господи, я не знаю, как, из каких источников, но я провозглашаю источником моего финансового обеспечения. Это ты. Скажи это сейчас вместе со мною. Господь, я провозглашаю, что источник финансового обеспечения это ты, не зарплата, не пенсия. Вы слышите, если вы уповаете только на свою зарплату или на свою пенсию, вы просто перекрываете, вы просто ставите эту планку, вот от зарплаты к зарплаты, от пенсии к пенсии. Но если ты провозглашаешь и в твоем сердце есть эта вера, упование и надежда на Бога, доверие Ему, что Он есть твой обеспечитель. И знаете, есть еще дерзновение, дерзновение в чем? Что я верна в десятинах и приношениях Богу, что я служу Ему, потому что Господь конкретно сказал, что Он покажет разницу между служащими Богу и не служащими Ему. И служите Господу Богу вашему, служите в чистоте и святости от всего своего сердца, в поклонении к Нему, служите так, чтобы в усердии не ослабевать, в усердии не ослабевать, духом пламенеть. И Он благословит хлеб и воду Твою, Он благословит все дела рук Твоих. Это истинный принцип Божьего благословения во имя Иисуса Христа и дай и аминь. И так в мою жизнь стали приходить благословения. Если раньше, знаете, ну вот мы растягивали, то пришло, знаете, какое благословение? Я говорю это сейчас в таком трепете перед Господом, что те финансы, которые были в моих руках и которые я сеяла на каждом служении и служение в служение принося жертву и на строительство храма. Бог как будто вот так вот брал и растягивал и я удивлялась как на все хватает и я понимала, что это истина Божьи благословения которое обогащает и печали собою не приносит во имя Иисуса Христа и в один момент пришло ко мне знаете такое дерзновение и мы уже долгое время строим наш храм и как будто я соглашалась с тем, что я могла приносить на храм слава Богу и вдруг внутри меня Бог начал снова взращивать Господи а я не хочу больше вот такую маленькую сумму приносить хотя знаете по меркам нынешним это все таки приличная сумма но внутри меня загорелся этот огонь Господь вот я приношу эту жертву а ты умножь ее во ста крат я помню тот момент когда я принесла на строительство тысячу и сказала я хочу теперь принести сто тысяч Господи умножь потому что я сегодня живу по законам царства божьего и я верю Господь что ты умножаешь это семя и я призываю защиту крови Иисуса Христа на это семя и благословляю это семя взрастить и знаете насколько было мое удивление та которая никогда не приносила такую жертву я с Божьей помощью смогла принести но буду искренне перед вами потому что у меня был конкретно дата конкретное число это Рождество Христово что как те волхвы которые пришли и поклонились Иисусу принесли ему свои дары у меня точно так же был небольшой период времени что за это время Господи я хочу принести эту жертву и я могла принести в Рождество Христово 70 тысяч рублей чтобы поклониться моему царю моему Господу во имя Иисуса Христа и то что Бог Он делает в моей жизни я знаю что Господь может делать точно так же в жизни и судьбе каждого человека что вы ищущие Господа скажи я ищущий Господа не терплю нужды ни в каком благе наш Бог Он отвечающий наш Бог Он тот же Бог который любит благословлять и так важно вместе с Ним сотрудничать и получать Слово от Него и быть послушным этому Слову и действовать и вы увидите такие великие потрясающие дела в вашей жизни во имя Иисуса Христа я благословляю каждого кто сегодня слышит это свидетельство кто сегодня слышит это Слово чтобы вы приняли его верою чтобы оно принесло плод в вашу жизнь во имя Иисуса Христа и ваши руки они были благословенные чтобы в ваших руках всегда было семя чтобы сеять во имя Иисуса Христа и вы просто изменили свое мышление и сказали мой Бог Он велик Он может это делать именно через меня во имя Иисуса Христа Иисуса Христа